Да, такое может быть. Может быть ядерная война. И может быть мы все погибнем. Ну а вдруг ты выживешь? И что ты будешь делать? Поэтому мы сажаем сейчас картошку. Ну вот идешь ты в кафе из последних сил кофе попить, потому что ты очень устал. И видишь там, дедушка стоит. В детский сад котлета должна быть 90 грамм, а в школу 130 грамм. Сейчас мы готовимся к тестам. У всех было опять. Реально не по возрасту. Ну реально не по возрасту. Но я старалась. Или вот тогда в первом классе, или во втором у нас была встреча с бомжом. Не смотрите телевизор там или еще что-то. Я же не могу им так ответить. Так вышло, что кому-то пришлось пересдавать экзамен. Потому что главный критерий был, можно есть этот хлеб или нельзя. То есть вкусный он или невкусный. Новый мир все-таки будет. Но в этом новом мире будут добрые люди. Всем привет! Это Вальдорф ТВ. Я Александр Матюшкин. И рядом со мной Анна Селечик. Героиня многих наших выпусков. Учитель. Классный учитель школы в Путзерна. В прошлом садовница опытная. И сейчас Аня со своим классом закончила 4 класс. И переходит в 5. Переход состоялся. Да, состоялся. Все аттестованы. У нас так бывает. В Путизодна праздник перехода есть. Некоторые его называют праздник перевода. И в этом тоже есть некоторые правды. Год интересный. Год назад мы встречались с Аней. Мы говорили про 2-3 классы. И там ярким скрипитном таким была пандемия внешней. Внешними обстоятельствами. И много событий внутренних, касаемо программы, касаемо задач, которые Аня ставила перед ребятами, перед собой, перед классом. В этом году, 4-й год, тоже интересный год с точки зрения общеобразовательной школы. Это год тестов. То есть первые государственные требования встречаются с ребятами. Значит, первое пристальное внимание к учителю со стороны государства. Яркое внешнее событие – это начало спецоперации России, наука в Украине. Может быть, мы об этом поговорим. В общем, много всего и интересное содержание. Я уверен, что интересное. Вот Аня, я ей уговаривал опять сниматься, сказала, что вообще-то мне нечего сказать. Ну вот, я надеюсь, что сейчас мы это и услышим. Ну, на самом деле, да. Я вот тоже хотела бы сказать, что на моем месте мог бы быть любой вальдорфский учитель. И вот сейчас в школе проходит метод неделя. И там со всей России приехали учителя. И каждому из них, наверное, много, что можно было бы сказать. То, что он делает. И какой-то у всех интересный опыт. Вот, и уж так случайно вышло, что именно я оказываюсь вот здесь рядом с Сашей. Но это просто случайность. Да, телевидение у нас такое персонализированное или субъективное. Просто авторское. То есть я кого знаю, кого хочу, того снимаю. Кого не хочу, не снимаю. Кого не знаю, не снимаю. Но если кто-то очень хочет, это тоже. Но хотя я такого даже не припомню. Нет, было, может быть, но редко, когда кто-то обращается и хочет. Я рад, если кому-то есть что сказать. Дорогие друзья, обращайтесь к Саше, если у вас есть что-то интересное. Если вы хотите чем-то поделиться. Потому что многие критикуют, а предложить ничего не предложат. Ну вот, мы начинаем. Ну вот, интересно, что сказать, что действительно происходит такое отпускание ребят. То есть первый класс, второй класс, третий класс. Но вот в четвертом классе реально я сейчас увидела, что вот конец четвертого класса – это такой, ну, очень интересный момент. И теперь я на самом деле поняла, почему в обычной школе, и почему так вот всегда может быть было, что это такое окончание младшей школы. Потому что вот уже есть такое чувство, что в принципе, допустим, если бы я была не вальдорфским учителем, а просто учителем начальных классов, что вот окончание четвертого класса – это такой момент, когда ты можешь спокойно детей отпустить. Вот. Они настолько самостоятельные, настолько они все уже могут делать сами. Ты им уже вот как такая опора, которая очень нужна была раньше, ты как будто уже не являешься для них такой опорой. Вот. И я прям это очень сильно пережила в конце четвертого класса, что они очень самостоятельные люди. Да, ну вот если начать действительно с начала нашего четвертого класса, то у нас остался долг с третьего класса, потому что проект, на который мы замахнулись в третьем классе, он был такой очень огромный и требовал от нас, скажем так, хорошей подготовки. И мы не смогли это сделать в конце третьего класса из-за погодных условий, потому что мы строили дом, проживая в палатках. Вот. И на самом деле перед четвертым классом нам это удалось. Мы в конце августа поехали всем классом, причем многие семьи поехали всей семьей, и были, ну, практически 90% пап, которые участвовали в строительстве дома. И тут, конечно, тоже есть разные подходы, то есть строит ли дом класс сам или помогает кто-то из родителей. Но вот наш проект был таким, что у нас строили все папы дом, а дети, скажем так, помогали. И кто знает, ну, знаете, не знаете, у нас был дом из глиночурки. Это когда там, в строительстве этого дома есть очень много разных процессов. Там на фундамент, то есть стены состоят из глины, смешанной с песком, навозом и прочим, и дров, скажем так, и бревен. Вот. И, то есть так вот у нас поднимались стены, и потом уже крыша. То есть это был такой прям большой дом, большого размера, и все папы принимали участие в строительстве этого дома, а дети, скажем так, помогали. И что мне больше всего, скажем так, запомнилось и понравилось из нашего вот этого вот процесса, что дети могли поучаствовать во многих стадиях. То есть нам нужно было, допустим, замешивать вот эту глину, из которой мы возводили стены. То есть рылись ямы, и там ногами в течение долгого времени нужно было проминать эту глину с водой, с песком, добавляли туда перепревший навоз. То есть это было очень сильное переживание для всех ребят. И кому-то приходилось сталкиваться с какой-то брезгливостью, а нужно было все равно ее переступить и там вступить вот в эту яму. Кто-то с огромным удовольствием практически купался в этих ямах, да. И в этом принимали участие и родители тоже, потому что там промесить иногда нужно было прямо такой мужской хорошей ногой, ну или женской. И мамы все приезжали, и мамы залазили в эти ванны для промешивания. Это такая хорошая работа, которая, когда ты вот ее очень-очень долго делаешь, вот что взрослые отметили, что все мысли отступают, все, что тебя вот это вот тревожит, огромное количество мыслей постоянно, когда ты вот полномерно делаешь вот эти вот движения, ты промешиваешь, промешиваешь, и у тебя ноги становятся вообще очень умными в этот момент. То есть тебе нужно ощутить там каждый-каждый, не знаю, там, ну камушков там не было, но там вот был перепревший навоз конский, и там были вот эти вот шарики, да, от конского, ну конский навоз, да. И вот как вот ты чувствуешь ногой это, но оно не пахло уже, это потому что он действительно перепревший. И как почувствовать и раздавить его, и ребята даже это сравнивали, о, пыпыты, пыпыты, вот то, что вот сейчас все вот это вот делают, а у нас он, это было все ногами. Вот, и, конечно, удивительное было впечатление для всех. Ну, не для всех, скажем, конечно, просто, особенно вот мальчишки у меня в классе довольно брезгливые, и им было это сложно, но все равно все хотя бы чуть-чуть, но попробовали. Вот, и мы строили дом неделю, фундамент был сделан заранее. Мы жили в палатках, мамы готовили, папы все были на строительстве дома, то есть кто-то замешивал глину, кто-то были привезены, ну вот, большие чурки, и нужно было колоть все мальчишки, и почти все девчонки научились колоть, то есть мы раскалывали все на дрова, скажем так, из которых были уложены стены, вот. То есть все и научились колоть, то есть ты, ты, и почему-то я в этот, не знаю, может быть, потому что была у Гунтера летом, и у него там есть такая практика, что ты, не тебе назначают работу, а ты сам занимаешься той работой, которой ты хочешь заняться, или в которой ты хочешь себя попробовать, или, ну, ты сам выбираешь себе работу. И я вот в этот раз сделала точно так же, что каждый занимался тем, что хочет, вот. И не было принуждения, то есть не загоняло всех в эти ванны там, там, поэтому мальчишки, вот кто брезгливый, они чуть-чуть попробовали, ну, они таскали, конечно же, что-то, но они больше ушли вот прямо все на колку дров вот этих, и на укладывание стен потом. Вот. Девчонки, сильные девчонки тоже попробовали себя и в колке дров, вообще все попробовали себя во всем, но в итоге каждый нашел себе такое дело, которое ему больше нравится. Вот. И мы построили эти стены, то есть ребята во всех, я говорю, процессах участвовали, и в строительстве, и в замешивании глины, и в колке, а потом еще нужно было все эти стены, ну, не шлифануть, а то есть рукой мы выводили вот торчащие вот эти дрова из стен в глине, все же было, ну, так, довольно неровно, это стены выстраиваются с помощью, как называются эти-то? Уровень. Не уровень, не нивелир, а вот доски, которые ограждают все. Опалубка. Да, опалубка, вот. И когда мы сняли эту опалубку, постепенно ее снимали, там все это было все равно неровно и, ну, скажем так, негармонично, некрасиво. И вот последним моментом вот нужно было вот эти вот все стены выводить. вот, и так интересно, что и папы тоже, вот они как-то разделились по интересам, потому что кому-то было больше интересно заниматься вот этими стенами и выводить эти стены, делать их художественными, кто-то кому-то хотелось стоять и замешивать эту глину, то есть каждый вообще нашел и из пап тоже свое дело. И вот что для меня вообще было очень ценным в этом во всем процессе, что ребята все увидели, какие их папы сильные, какие их папы мощные, ответственные, как они могут погружаться по-настоящему со всеми своими силами вот в это дело. Там еще был такой интересный момент, что там нет связи, где мы были, там невозможно сидеть ни в соцсетях, ни... То есть можно сказать, работать было невозможно, и некоторые из пап говорили, ну вот мне надо все равно поработать, и они уходили там к определенному какому-то столбу, где там был интернет и связь, и вот что-то оттуда делали, но потом возвращались, да, и работали. И это реально было такое погружение и такое единение класса. И, наверное, может быть, и хорошо это было, что это было в начале года перед четвертым классом. Такое вот у нас произошло прямо совместное еще раз единение. И, конечно, это великолепная работа, и, может быть, и не надо, конечно, брать вот таких огромных объектов, но у нас вот так вот вышло, что нам даже вот мы целую неделю были всем классом, и мы не успели чуть-чуть доделать, и сами папы приняли. И мы говорили, что уже, ну, ничего, то есть, в принципе, можно вот так оставить, потому что практически все было сделано. Но сами папы приняли решение, что нет, мы приедем еще раз на субботу, на воскресенье. То есть мы договорились через неделю еще раз. Весь класс приехал и полностью доделали дом. Я вот сейчас вспоминаю, я могу ошибиться, по-моему, 7 на 5. Что это? Это вообще будущее, ну, как мы надеемся, что это будущее сыроварное будет. То есть мы... Это дом реально. Да, да, это реальный дом. Да, это реальный дом. Большой дом. И мы действительно работали с утра, скажем так. Понятно, что с перерывами на обед, на завтрак, на ужин, но мы работали с утра до вечера. Это ферма та же? Это та же ферма, да. Да, где мы целый год, куда мы целый год ездили. Да, это была та же ферма. И, конечно, нам очень повезло, что у меня есть такая подруга, у которой есть такая ферма, и которая дала нам возможность вот так прожить вот это строительство дома. Ну, вот в Новый год мы вступили таким уже очень сплоченным классом. Любые, конечно же, социалы, выезды, это опять момент сплачивания ребят. Кто-то находит какие-то новые связи, кто с кем раньше не дружил, начинает дружить. Ну, и так вот мы вступили в четвёртый класс. В четвёртом классе мы продолжили еженедельно печь хлеб. Мы пекли его также еженедельно в течение года. Но вот в четвёртом классе я уже сказала ребятам, что готовьтесь к тому, что сейчас вы пока печёте хлеб, ну, скажем так, по бригадам, четыре бригады. Класс был разделён на четыре бригады. И я не следила за тем, кто там у них в бригаде, кто чем занимается, кто моет посуду, кто замешивает тесто. То есть я за этим не следила. Даже иногда оно было такое, что, допустим, я заболевала, и они без меня всё это спокойно делали. Мне не нужно было принимать в этом участие. Но мне хотелось, чтобы мы сделали какой-то следующий шаг, вот в этом процессе хлебопечения. И как-то его завершили. Поэтому я, ребят, предупредила о том, что после Нового года постепенно вы все начнёте сдавать экзамен по выпечке хлеба. Ну, сдавать экзамен – это, да, чтобы не боялись этого слова, это можно было назвать так. Человеку нужно было самому, то есть он должен был выбрать сам себе день. Ну, это, естественно, тот день, когда мы все печём хлеб. Но вот он говорил, я сегодня сдаю экзамен. Он вставал отдельно от всех, то есть ему нужно было самому приготовить себе всю посуду, самому замесить тесто, самому выбрать рецепт, потому что у нас вот за второй, третий, четвёртый класс мы много чего пробовали, разные хлеба пекли, и пшеничный, и ржаной, и овсяную муку добавляли там, ну, кто что хочет. И тут я сказала, это ваш рецепт, думайте, как вы это будете делать. И, конечно, девчонки к этому подошли очень творчески. У нас там были хлеба и с травами, и с орехами, и фруктовая хлеба, много-много всего в итоге было. То есть каждый должен был испечь свой хлеб, вообще без помощи кого бы то ни было. Хлеб на закваске. Хлеб на закваске. Цельнозерновая. Да, цельнозерновая мука, конечно же, да. И вот я им говорила, кто сегодня сдаёт, заранее меня только предупредите, кто из вас сдаёт, потому что это за раз можно было, чтобы не больше, чем три человека пекли свой хлеб. И после того, как хлеб был готов, приёмная комиссия должна была, ну, скажем так, приёмная комиссия, экзаменационная комиссия, которая состояла из садовниц, которые, потому что сад тоже ест наш хлеб, который мы печём, то есть им его хватает на понедельник, вторник, среду, на три дня, да. То есть они должны были оценить этот хлеб вот этого человека, который сегодня сдавал экзамен, да. Садовницы, потом врач, учителя, ну, иногда я там то в учительскую приносила хлеб, то просто давала попробовать учителям, кого встречала, и сами дети. То есть сами дети должны были попробовать этот хлеб, то есть начиналось вот, хлеб был испечён, и на следующее утро мы брали этот хлеб, и вот весь класс сначала пробовал этот хлеб, а потом мы разносили в разные места, чтобы другие тоже попробовали. Вот, и на самом деле это, конечно, совершенно удивительный процесс, потому что тут я уже могла увидеть, как каждый вообще справляется с этим, что он вообще делал, вот эти, второй, третий, четвёртый класс, может ли он это сделать сам, а какой у него хлеб, я говорю, мне кажется, я вообще могу написать огромную работу по тому, как у кого поднимается хлеб, вот, в связи с тем, какой хлеб у него получился. У кого-то в один день печём хлеб, в один, то есть одни и те же люди сдают экзамен, ну, вернее, не одни и те же, а вот три человека сдают. У одного хлеб поднимается, а у другого не поднимается. И тогда я вижу, какие эфирные силы, то есть у человека, у которого много эфирных сил, которые там вкладываются в этом, хлеб просто пышет. И вообще, вот по качеству вот этого хлеба, по тому, какой он был солёный, как он поднялся, то есть у нас были критерии, по которым мы оценивали этот хлеб. То есть он должен быть вкусным, он должен быть, ну, хорошо подняться в нём, должны быть пузырьки, он должен быть непресным, потому что на самом деле ещё каждый добавлял всё, что хочет туда. И я говорю, я целую работу могу по этому поводу, конечно, написать, потому какие ты слова говоришь, когда ты замешиваешь хлеб, и мы про это тоже говорили, да, что когда ты... И это... Ну, можно этому не верить, но когда ты говоришь гадости и замешиваешь этот хлеб, он просто не поднимается. Ребята это реально увидели. Вот просто реально это увидели. Мы это увидели ещё до экзамена, что когда человек говорит какие-то плохие слова, что хлеб вообще не реагирует на поднятие, он просто остаётся тестом. Вот. И... Ну, и потом, конечно, когда вот эти хлеба все были, у меня так вышло, что кому-то пришлось пересдавать экзамен. Потому что главный критерий был, можно есть этот хлеб или нельзя, то есть вкусный он или невкусный, по большому счёту. Вот. И кому-то из ребят, ну, пришлось пересдавать экзамен. Вот. Это тоже было для меня интересно. Получилось, что даже вот за два с половиной года не все овладели этим вот прямо вот в полной мере. То есть на что-то не обращали внимания. И вот тут такая личная работа каждого, она, ну, на самом деле помогла ребёнку и себя понять, что ага, вот тут он вот этого не знает, да, ещё ему тут с этим надо что-то подработать. У кого-то спросить, попросить помощи. Вот. Ну, короче, это была совершенно прекрасная работа. Все сдали. Все сдали этот экзамен. Это в электронный журнал пошло? Да нет, конечно. У какой это электронный журнал? Нет, в электронный журнал это не пошло. Но, не знаю, мне, я вот мы, когда это вообще всё происходило, я, конечно, сказала, вы должны понимать, что вот сейчас вы это делаете, когда вы вырастите, вы сможете открыть пекарню. Потому что это тот навык, которым вы владеете, и вы легко сможете печь хлеб, взять и быть пекарем. Вдруг кто-то из вас захочет быть им. Потому что, ну, я ещё увидела, что такие настроения в четвёртом классе начались, что, ой, а почему больше никто не печёт, а мы одни этим занимаемся. Ну, в школе. Ну, только мы пекли хлеб. Столовый никто не печёт, да? Ну, нет, Настя печёт. Настя печёт. Я имею в виду, из классов никто не печёт. А Настя пекли, да, были? Ну, обычно было традиционно, что в четвёртом классе на праздник фонариков класс печёт хлеб. И вот они выпекали эти хлеба, учились и делали. Но я вот реально на своём примере сейчас увидела, особенно с этими экзаменами, что даже еженедельно второй класс, еженедельно третий класс и еженедельно половина четвёртого класса до момента экзаменов некоторые дети это так и не усвоили. То есть были у меня два человека, три, которым пришлось что-то менять, да? Вот, поэтому великолепная работа. И вот они стали меня спрашивать, но я им сказала, что вот мы последний год печём, всё, в этом году мы, ну, я сказала, передаём эту нашу деятельность другому классу, а у вас будет другое дело с пятого класса. И на самом деле тоже провела такую работу о том, что, ну, встретилась с нашей кухней и встретилась с нашим врачом, о том, что бы мы могли делать дальше в пятом классе. Ну, сейчас у меня разные. Пока я ещё не решила, что это точно будет, но что-то в кухне мы будем делать еженедельно опять. На самом деле вот на этом я увидела, как вообще всё, что мы начинаем делать, нужно делать постоянно. Допустим, сеять зерно, да, озимые, это всё равно надо делать ежегодно. И даже если это делает другой класс, ваш класс всё равно должен ходить и смотреть, ага, вот у такого-то класса вот они, озимые, поднялись, вот они уходят. Потому что один раз это сделать, один раз за 11 лет там вальдорфской школы, ну, это ничто. Это ничто. И уж мы-то вот на нашей ферме уже вообще, я не знаю, рассказывала я про это в прошлом году или нет, про то, что мы сеяли озимы, и у каждого была своя соточка, сотка своя прямо. Десять на десять участок был. И каждый потом серпом это убирал и обмолачивал. И всё равно этого мало. Это большой. Это большой. Конечно, это огромный, большой участок, который надо было там засеять и потом собрать, и снопики все свои сделать. Каждый за свой участок отвечал. Потом мы все эти снопики вместе собрали. То есть это получились такие большие снопы. Потом там всё это обмолотить. То есть это было, как будто бы этого было очень много, но всё равно вот так много сейчас каких-то других ещё впечатлений, особенно в городе, что чувствую, что этого всё равно мало. Поэтому хорошо у нас есть огород. Вот в этом году мы не сеяли озимы тут у нас на огороде, но вот в следующем году, если вдруг кто-то из классов посеет в другом месте, ну не в школе, то мы всё-таки, наверное, посеем в школе, потому что важно всё равно это видеть постоянно. Но мы не можем сказать, что вот эти вещи превращаются в какую-то традицию для школы. Скорее, это индивидуальный путь, вот твой, а дальше тоже это совершенно не обязательно, что подхватывается и что это вдохновляет. Конечно. И на самом деле это, наверное, это и не должно становиться традицией, потому что мы каждый приходим в школу, у каждого своя какая-то, ну когда, я не знаю, конечно, как другие, но когда ты идёшь в альдорфскую школу, учителем, у каждого есть какие-то свои представления о том, что я хочу дать. И мы же все разные, мы нет ни одного похожего. И на самом деле то, что, и как и говорит Штайнер, да, что мы воспитываем своей личностью, и это важно, то, что интересно тебе, тогда это станет интересно и другим детям, да, детям твоего класса. А если другому человеку интересно что-то другое, то, конечно, это должно быть что-то другое. Вот, поэтому действительно, наверное, такие вещи, ну не могут быть традицией. Вот. Ну то есть да, пока это традицией не стало. И, наверное, это хорошо. А поскольку у меня вот такая тема как-то связи вот с землёй, потому что человек сейчас очень оторван от земли, особенно городской, поэтому я как-то вот с этой темой очень сильно пришла, ну, и в первый класс. И, наверное, поэтому, поэтому какие-то вот такие процессы я и двигаю. Ну да, третий класс изгнания из рая, а четвёртый нужно, чтобы человек уже очень хорошо стоял на земле. Очень хорошо стоял на земле. И нам в этом, конечно, помогает весь учебный план вальдорфской школы. Там и скандинавская мифология, и, ну, вообще, весь учебный план вальдорфской школы. Вот я опять этому очень поражаюсь. Как это гениально. Ты начинаешь рассказывать, да, эту скандинавскую мифологию, и ты видишь, вот как в первом классе они сидят на сказках с открытыми ртами, как вот точно так же вот это то, что происходит в скандинавской мифологии, да, что там происходит с этими асами, как это вообще влияет на детей, как они точно так же с открытыми ртами всё это слушают и впитывают, и это, конечно, вообще потрясает. Ну, вообще, четвёртый класс в этом плане очень интересный, старшая, да. Ну, весь учебный план, я говорю, он поддерживает всё, вот это вот становление человека на земле, да. Трудности, ну, трудности я даже... Трудности. Конечно, подкосило нас вот то, что произошло в феврале, вот, потому что сначала было какое-то... Ну... Для меня этот день был какой-то нереальностью происходящего. То есть я вообще не понимала, я, ну, не верила, потому что до этого же было постоянно, что, ну, писалось везде, что публиковали о том, что, как будто, ну, весь мир говорит о том, что Россия... Ну, ты думал, ну, что они там все... Я вообще не слежу за политикой. Поэтому я думала, ну, я не понимаю, откуда такие слухи. И когда это произошло, это было как, не знаю, гром среди ясного неба. Для меня это было очень неожиданно, я не понимала, что вообще такое возможно. Но нужно было идти к детям. Вот. И... Учебный день, четверг? Учебный день, да, конечно. Нет, у меня было несколько дней на то, чтобы чуть-чуть переварить. Потому что мне кажется, что у нас были каникулы в этот момент. То есть было, по-моему, три дня, что ли, чтобы как-то вообще собраться. Четыре дня с мыслями собраться. Да, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Поэтому... И я не знала, как вообще приду я, кто что из детей скажет. И... То есть... Это было... То есть правда не понимала. И говорить какую-то свою позицию тоже было... Ну, как будто бы я не могла, потому что я не знала, с чем придут дети. И у кого как... Кто, что вообще про это думает в семьях. Вот. И... Поэтому я пришла... Там... Когда уже заходила в школу, мне кто-то из учителей сказал, Аня, ну, твои дети там по полной... Какие-то уже стычки начали происходить. Ну, много мнений, никто же не понимает ничего. Ну, вот я зашла, совершенно спокойно. Вот мы сели с ребятами в круг и просто поговорили. Я их спросила, у кого есть родственники на Украине. То есть мы это шли от того, что детям близко. Они не понимают, что такое война. Для них это... То, что говорят их родители, ну, это вообще... Это вообще все... Им как будто бы... Ну, им это не... Они не могут этого пережить. Поэтому мы поговорили о том, что им близко. О том мы... Ну, прямо по кругу. Кто-то говорил, у кого есть родственники в Украине. И была ли с ними связь с родственниками. Все ли у них в порядке. Вот. И как-то вот... И вот это просто привело ребят в какое-то спокойное состояние. И потом, когда еще вот все это продолжалось, и у нас... Ну, каждый день мы начинали с того, что ребята делились, у кого есть родственники в Украине, все ли в порядке с бабушками, дедушками, тетями, дядями, братьями, сестрами. То есть в четвертом классе у нас это было так, ничего мы не обсуждали, а только все ли в порядке с вашими родными. Ну, было все в порядке. Да, было все в порядке. Было все в порядке. Это как-то успокоило ребят. Вот. И интересно на самом деле вышло, что у меня тема старшей эды... Очень часто старшую эду заканчивают на Новый год. Ну, как-то у меня так вышло, что я ее в Новый год не закончила. И она у меня продолжилась январь-февраль. И вот как раз про гибель богов, про гибель асов, рагнарек там, в скандинавской мифологии я про это рассказала после начала войны. И мне кажется, что это тоже каким-то... Ну, не знаю, каким-то провидением что ли было. Я не знаю, что вот я не закончила это раньше. И что это у меня произошло именно после того, как началась война. Я рассказала о том, что... Ну, чем и заканчивается старшая эда гибелью мира. и тем, что Новый мир все-таки будет. Но в этом Новом мире будут добрые люди, которых уже не будет влечь блеск золота, и которые будут относиться друг к другу как братья. То есть вот как-то все хорошо... Вот так вот у меня развернулось. И как-то, мне кажется, вообще вот все, все вот как вот это пошло, оно, не знаю, какое-то... Не знаю, может быть, хоть какую-то стабильность дало детям, потому что я видела, что вообще происходит с родителями, что вообще происходит с людьми вокруг. Как будто бы все потеряли какие-то точки опоры, которые раньше были. И, соответственно, когда взрослые не видят вот этих точек опоры, намного сложнее ребенку. Намного сложнее. А как бы там ни было, как бы... Ну, мы с родителями договорились, да, что они с детьми ничего не обсуждают, что вы вообще... Потому что мнения, опять-таки, разные. Даже в одном социуме. И надо это принимать, что у всех разные мнения. И мы договорились об этом не говорить, но все равно мы говорим там бабушке, дедушке, еще что-то. Все равно дети все это знают, да. И, ну, то, как у меня это сложилось, то, как я вот сейчас говорю, в старшей эде это развернулось, как у меня это произошло, но все равно как будто им этого не хватало, чего-то. И вот я это очень хорошо увидела. В конце года у меня была неделя практик, и все мальчишки захотели пойти работать на огород. Мы с ними пошли, и у нас была такая вот чисто мужская работа, они копали, мы сажали картошку. И такое же вообще очень часто происходит, что когда мы постоянно, как учитель, как учитель, мы не всегда вот эти вот настроения детские чувствуем, что сейчас происходит. Они вышли на перемену, ты же не можешь вклиниться к ним в компанию, да, и послушать, что сейчас тревожит вот этих вот ребят, которые в моем классе, потому что они многое же, что и скрывают от взрослых. У них свои какие-то секреты и прочее. И вот тут вот мы копаем, и тут я вижу, как вот из ребят начинает выходить из мальчишек. А зачем мы вообще все это делаем? Зачем это вообще все нужно? Вообще скоро будет ядерная война, и мы все погибнем. То есть зачем вообще вот все, что мы сейчас тут делаем? И, конечно, тебе сначала такое, ты, ну, то есть я чуть-чуть опешила, и, то есть нужно было время чуть-чуть подумать, как же теперь с этим быть, как я могу ответить на этот вопрос. То есть я не могу сказать, да нет, ребята, ничего не будет. Не смотрите телевизор там или еще что-то, я же не могу им так ответить. Вот, и я говорю, да, да, такое может быть, может быть ядерная война, и может быть мы все погибнем. Ну, а вдруг ты выживешь? И что ты будешь делать? То есть что будешь делать ты, если ты выживешь? Или вот ты с Артуром выживете, ну, вот так вот выйдет, все погибнут. А что вы будете делать? Поэтому мы сажаем сейчас картошку. Вы должны уметь все. Вы должны уметь делать все, что... Ну, вообще все. Как человек вы можете уже построить дом. Вот я им вспомнила, да, что это вы сможете сделать. Мы сейчас учимся сажать картошку, чтобы вы умели это делать, потому что если вдруг такое произойдет, вам нужно будет выжить. Без еды вы не выживете. Это первое, что нужно будет человеку, когда, если вдруг что-то такое случится. Ну, и ушла. Вот я прям почувствовала, что как-то их надо оставить одних. Я говорю, ну, давайте. И пришла, у них все сделано. То есть вот тот участок, который нужно было вскопать. Они все вскопали. Потом мы начали сажать картошку. И вот как-то вот вопросов уже не было. Вопросов уже не было. Зачем мы это делаем? Ну, и... Да, и... И на самом деле вот учитель может вообще вот это вот все увидеть только вот в какой-то внеурочной деятельности. Только в походе как-то. Заметить, что... Какие настроения там. Только вот, ну, вот когда вот я говорю, мы вышли в этот огород и начали копать, и вот из них вот это вышло. Потому что... не дает, не всегда в круг можно чем-то поделиться тем, что тебя очень волнует. И в этом, наверное, в этом году, в этом... Да, вот это было непросто после февраля. Но все равно у учителя очень важно иметь эти ориентиры внутри себя, что эти точки опоры, это просто необходимость их искать. Потому что, конечно, ты все равно авторитет для этих детей. И то, как ты на все эти ситуации реагируешь. Не впадаешь в панику там. Они же очень сильно переживают твое внутреннее. Если у тебя есть эта стабильность, то она дает все равно эту стабильность детям. Ну, вот я тебе напомню про тесты. Ну, это особенность четвертого класса. И я напомню, что ты говорила. Да, что ж я говорила? Да, ты сказала такое, что ты привела образ Гунтера. Ты сказала, что есть клумба с разными цветами, растениями, низкими, высокими, с кустами. И мы подходим к ножницам и равняем эту клумбу. И вот это образ теста. И что ты со своей стороны постараешься сделать это максимально безболезненным для детей. Потому что, ну, собственно, простой тезис, что детей, да и людей невозможно сравнивать. Это я вообще неверно сравнивать. Потому что сравнить можно только с самим собой. Человека. Вот. И тебя волновало в том числе как это родителям еще донести отдельно. Потому что часто действительно дети, может быть, и все равно, а родители со своей стороны как общественное некое мнение транслируют. Ну вот что с тестами? Ой. Ну, на самом деле с тестами вышло так, что со второй половины года я все-таки начала готовить ребят к тестам. Потому что, ну, естественно, они, чтобы у них не было это каким-то для них сюрпризом, что они этого ничего не знают. Сначала это было без тестов. Я просто посмотрела, какие там есть вопросы, что мы должны потренировать, делать. Потому что на самом деле в тестах не было практически ничего такого, чтобы мы не изучали. Скажем так. Практически. За исключением некоторых тем, которые я еще не давала. Вот. И практически все было то, что нам знакомо. надо было просто потренировать их в чтении задания. Но это было чуть позже, потому что сначала я просто взяла вот эти все темы, которые будут в тесте. Вот. И мы написали их очень хорошо на самом деле. Ну, честно, я стрессанула чуть-чуть, потому что... Ну, наверное, да, тут сыграло и то, что какие-то ожидания все-таки от меня были со стороны школы о том, что мы эти тесты должны написать хорошо. от этого написания тестов зависит, будет у нас субсидия от государства или не будет. Вот. И... Ну, вообще, не так страшен черт, как его молюют. Вот. Потому что, когда в итоге я стала это делать, ну, хорошо мы написали тесты. Единственное, что... Это такая сухая работа, неинтересная работа. Это как будто бы все, что мы знаем, но в какой-то форме, к которой мы не привыкли. Терминология, с которой мы не встречались, такая очень абстрактная терминология, да, или... Ну, много там чего было, конечно. Ну, надо так и надо. Сдали мы эти тесты. Мне кажется, мы к ним хорошо подготовились так. Естественно, когда я говорила, что сейчас мы готовимся к тестам, у всех было «У-у-у-у-у-у-у-у», опять. Вот. Потому что дети все разные. Кто-то вообще просто легко взял и эту терминологию и ему было очень скучно дальше с нами продолжать это делать поэтому пришлось там тех кто хорошо все это делает садить в отдельный угол и говорить хорошо сделайте еще этот вариант и сделайте еще этот вариант те кто не понимают с ними пришлось разжевывать какие-то вещи которые ну скажем так до которых дети еще не доросли и надо было все равно их подготовить но вот с чем я столкнулась при подготовке теста к тестам что вот если ребенок не готов еще взять этот материал то что бы я не сделала как бы я не пыталась вот этот вот цветочек которые там вот такой сказать ему будь вот таким возьми это мы возьми этот материал возьми мне казалось что я разжевала так я и с этой стороны подходила так не понимаете хорошо ребят давайте вот с этой стороны зайдем с этой стороны с этой то есть дети которые не доросли они это так и не взяли они это так и не поняли это осталось они это обязательно поймут обязательно вот допустим это вот пример был вот сейчас вот то что я рассказывала встречное движение до задачи на встречное движение нет когда вот да нет это сложнее они встретились разъехались и какое между ними расстояние там допустим оказалось реально не по возрасту но реально не по возрасту но я старалась все сделать чтобы кто-то вообще легко говорю это взял дети постарше вообще легко это взяли но кто-то но нельзя мы не сделали они это задание в тесте и наверное мне не надо было вот я щас так думаю со всех сторон заходить вот так вот пытаться чтоб они все-таки поняли потому что в итоге когда мы в конце года у нас был последний день на главном уроке мы делились с тем что в этом году вам понравилось что для вас было самым интересным что для вас оказалось самым сложным что вам понравилось что вам не понравилось то есть у нас был круг и мы делились этим но за редким исключением почти все дети сказали что тесты это тесты это было самое неприятное в этом году вот но опять таки ну да и это тоже для меня наверное какой-то опыт что ну попробовал не получилось но хорошо еще один заход сделал не получилось оставь в покое ну да так ну выбили выбили меня чуть-чуть тесты так я волновалась как дети напишут их в итоге потому что когда как будто бы от тебя все равно ждут какого-то результата ты как будто бы ну и не можешь сказать знаете мне не ждите от меня ничего когда люди ждут какого-то результата и надо было это делать но и с родителей мы про это говорили понятное дело что есть те кто не написал этот тест и эти родители знают что их ребенок не написал бы это да и нет они переводятся в класс конечно они переводятся в класс и да нет мы в целом то хорошо написали конечно есть усредненная оценка по которой мы написали хорошо но узнаете всегда были ребята которые лучше учатся и хуже ну да не критично да и конечно для меня было важно что даже когда мы тренировались тесты писать и ну допустим делаем я говорю кто сам делает делайте сами кто не знает как эти задания делать мы разбираем все вместе и потом допустим давала какой-то тест на дом ребята приходили и всегда была просто самопроверка конечно же ник тогда я не говорил что вот этот сделал все этот сделал все этот не сделал то есть это такая вот прямо тайна вообще для всех ребят каждый сам про себя знал я ему говорила сколько он как он написал ну да домашнее задание или вот или допустим тренировочное тестирование да вот они пишут я потом собираю и результаты конечно я не объявляю на весь класс я говорю детям говорят детям кто плохо написал совсем я им говорила ничего у тебя вот это получилось это получилось это у тебя получилось ты в этом хорош конечно они хотели знать у кого и вот это я прямо увидела как это просто ужасно действует на детей а как этот написал а как этот написал да он вообще дурак там еще что-то это прям было видно как важно это вот как с хлебом можешь ты испечь или не можешь но наверное может быть да наверное я скажу тем кто плохо написал чтоб но родители сказали не назвали какое количество баллов он набрала и тоже я им всегда говорила что на самом деле это же еще проверка больше не вас а проверка меня потому что то как вы пишете для меня это означает могу я вам правильно объяснить или не могу потому что кто-то сам все понимает а кто-то не понимает значит может быть я не могу вам объяснить так как вам это нужно и вот кстати вот с этим мы очень много работали я говорила ребят вы иногда друг другу объясняете лучше чем я могу вам объяснить поэтому объединяйтесь в команды я их прям делила по командам объединяйтесь команды и и помогайте друг другу возможно вы своему другу объясните намного лучше чем я могу этого объяснить может быть у вас какие-то там подходы другие ну то что у него самой такой был опыт у меня было была младшая сестра да и моя мама ну никак не могла вообще ей что-то объяснить а я делала это легко вот и поэтому вот вот этой вот командной работы в тестах у нас тоже было очень много что ребята сами пытались друг другу что-то объяснить но был большой вопрос и он на самом деле с первого класса тянется конечно это твое личное расписание как ты его могла создавать и согласовывать как-то с дружественными учителями даст теми кто тебя понимает собственно тебя эти люди окружали но это все сложнее и вот ты говорила по год назад что вы из метод объединения решили попробовать создать некое идеальное расписание а главное уже не создать а собственно его попробовать внедрить чтобы его приняла администрации вся школа все учителя ну вот целый год прошел в этом смысле как как ты жила опять индивидуально и удалось сделать общее если не удалось то что там в этом смысле нет я конечно индивидуально уже не жила потому что потому что у меня уже довольно много предметников это и немецкий и живопись и английский музыка поэтому ну да и в ритме поэтому и вообще так уже все как-то очень структурировано но они уже к этому готовы они уже к этому готовы и в четвертом классе с этим как будто бы вообще не было проблем и я видела если я вижу что устали ну да там чуть чуть пораньше их отпущу там потому что еще то что в моих силах сделать да конечно я делала допустим я знаю что как какой-то преподаватель допустим вот после этого предмета у ребят вообще нет сил ну что им нужен выдох хороший и я им давала там но отдохнуть ну там на пять минут подольше но есть допустим если их задержали на перемену ну так ну бывает такое да они уже в четвертом классе очень четко требуют что нам там справедливости хотят за временем следят время уже очень хорошо понимают поэтому я брюну ладно хорошо давайте так давайте так ну потом все равно ты как-то это потом самих чуть-чуть задержишь не знаю короче вот в четвертом классе у меня с этим не было проблем как-то ребята уже готовы встроиться вот в это расписание вот а в младшей школе нам все-таки удалось не в той мере в какой мы хотели идеальное расписание как мы это видели но мне кажется что очень большие подвижки сделаны но даже не подвижки а совместно принятое решение школе не только нашего метод объединения врач подключился и администрация подключилась им вот мы ну то есть была какая-то такая работа по этим новым звонкам вот и нет 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 в итоге у всей школы пришлось что-то менять потому что да потому что учителя задействованы и в младшей школе и в старшей школе но что ценно вообще для всего нашего метод объединения потому что все метод объединения над этим работала и и старалась это двигать что нам вот удалось это сделать что в младшей школе сейчас все-таки будет посвободнее побольше перемены да чуть меньше уроки по времени там вот в первом классе особенно вот и переменки побольше ну опять таки остается вот этот момент взаимодействия с предметниками о том что если учитель видит что класс сейчас в таком состоянии что ему нужно ну чуть побольше отдохнуть то он подходит к предметникам и говорит ему об этом там ну то есть все эти моменты личностные я вот на самом деле этому очень благодарна что у нас очень такое большое взаимопонимание между коллегами о том что мы друг друга слышим видим понимаем в этом плане нет конфликтов мы сейчас будем пробовать вот с сентября будем пробовать вот это новое расписание да 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 год требовался для согласования но вот на самом деле учительница первого класса которая вот саша тулина она до который сейчас прошла первый класс когда вот это вот у нас работа началась по этому идеальному расписанию с теми преподавателями с которыми она могла договориться сокращение там урока дополнительной переменки еще и еще о чем-то она все это делала и она тоже на своем примере вот увидела как это хорошо для ребят то есть это всегда через опыт вот всегда через опыт то есть нужно пробовать и вот она тоже это пробовала то есть и мы совместно вот всем метод объединением над этим работали и ну насколько возможно в школе было принято вот это вот скажем так новое расписание звонков и уроков и вот в следующем году попробуем посмотрим потому что важно конечно еще как себя учителя в этом будут чувствовать тоже потому что учителей то вообще нет выдоха если особенно это предметники которому нужно бежать из класса в класс а у него вот это вот переменка 10 минут до на другой возраст даже перестроиться не может и это засада на самом деле ну вот так что будем смотреть как вот в следующем году это будет врач врач у нас великолепный в школе получился врач появился врач вот которая как-то вот видит которая слышит с которой ты говоришь на одном языке ну это антропосовский врач и просто просто подарок для школы в следующем году вот я думаю что уже начнутся какие-то процессы ну вот в связи с тем что у нас врач появилась и она много чего хочет много куда внедряется там и в детский сад и в класс и много чего хочет менять и будет вообще создана лечебно-педагогическая группа то есть вообще очень много ожиданий о том что постепенно как-то будем меняться будем меняться и вот врач в этом плане конечно нам про просто подарок сейчас потому что вот даже я вот с ней уже тоже говорила о практиках которые но о том чем бы мы могли пятый класс делать в рамках школы на кухне и она тоже все это вот поддерживает это очень радостно но и она у нас вообще принимала участие была в экзаменационной комиссии по хлебу вот так что вот так что в этом году лично в этом году лично с усталостью с отдыхом тогда были проблемы с эвритмии с твоей личной в этом году это было то не было вот концерты и было но такой был у тебя впечатление ну такое ты упор делал на этом усталость была усталость но вот пока думаю что с этим делать потому что усталость была очень сильная в конце года ну то есть май это ну наверное что-то мне нужно как-то думать еще над этим работать потому что в мае была какая-то колоссальная уже усталость наверное это связано конечно же с тем что все мои каникулы это учеба то есть я вот сейчас закончила периодический семинар в мае как раз до закончила периодический семинар но закончить закончить семинар невозможно потому что надо постоянно повышать свою квалификацию и вот но и поскольку у меня получается по практически не было каникул то есть во все каникулы была учеба в мае было тяжело в мае у нас был выпуск на семинаре и ну то есть май был для меня тяжелым месяцем вот впал вот я так думаю что на самом деле тесты вот были в апреле весь апрель бы было тестирование и это меня держало в таком тонусе в очень сильном в переживаниях каких-то я на самом деле во время вот этих тестов этого не чувствовала но потом вот когда я приехала даже на учебу я поняла что для меня это был стресс для меня это был стресс я так стрессанула скажем так вот и ну и май не просто мне дался вот ну когда как будто бы у тебя уже ну вот нет сил ну не знаю как будто что-то другое приходит на помощь тебе в том чтобы все таки это сделать да ну и вообще не знаю вообще как-то когда очень тяжело усталость накапливается и ты так вот ну вот я для себя знаю что мне нужно чуть-чуть затихнуть быть не очень активной а больше наблюдать что происходит во внешнем мире и не реагировать на это просто наблюдать ну мне это очень помогает и на самом деле такая вот хорошая практика что тогда очень много случается интересного потому что тогда как будто бы жизнь тебе дает подарки больше смотреть вот то что происходит не в твоем классе вот не варится вот в этом да хотя это понятно что тоже но больше смотреть больше затихнуть и больше смотреть то что происходит вот ну вообще вот вот идешь ты в кафе из последних сил кофе попить так что ты очень устал и видишь там дедушка стоит и за деревьями ухаживает вот он красил там деревья и ты ему говоришь ой а что вот эти все деревья вы посадили и то есть и он говорит да эти все деревья я посадил а я видела как вот там в течение вот буквально там не знаю четыре года назад три года назад ничего здесь не было а тут вот эти деревья он их красит я говорю и тут вы посадили он начинает показывать где он что посадил я говорю а можно мы тоже наш класс поучаствовать можно мы вам поможем он как с удовольствием и и мы с ребятами и мы с ним договариваемся о том что он нам там буквально вот тут из двора готовит саженцы и мы после майских праздников приходим и первым делом нет первым после майских до после майских праздников мы приходим и вот когда у тебя уже совсем нет сил а тут посадка деревьев с этим удивительным человеком который уже столько сделал в районе вот тут вокруг который посадил много деревьев и вот весь класс с ним сажает деревья знакомиться с человеком просто с человеком который живет вот в этом доме дедушка который на пенсии но который вот следит за этими деревьями все лето то есть красит их ухаживает люди ломают он и он ребятам это рассказать но и не важно что ломают не важно что ломают я вот смотрите вот это дерево сломали но я все равно а вот видите там листочек пошел все равно она не погибла и вот и сначала мы посадили те саженцы которые он накопал но это для кого ну это было не знаю вот у меня 18 ребят в классе ну примерно где-то 25 саженцев они посадили ну такой вот целый пустырь вот здесь около школы а потом как-то с родителями поговорили с ребятами поговорили что наверное у вас есть дерево которое вам нравится может быть вы хотели бы посадить такое дерево которое вам нравится и ребята принесли свои саженцы и мы опять и вот у меня прям было так что день начинался я звонила этому невероятному человеку который живет в этом доме и он говорил да я иду я помогу там трем человеком сейчас посадить дерево то есть мы два раза это делали все вместе вот а потом кто-то доносил свои деревья и вот они уже просто шли и сажали ну не все но почти все ребята посадили еще и свои деревья которые им нравятся кто-то даже два вот и это на самом деле очень вдохновляет такие вещи и но они вот опять-таки могут родиться только из того что ты ну то есть не знаю в тот момент бог послал мне этого человека да ну последний пример вчера что-то вот мы тоже шли разговаривали с учительницы третьего класса вот и и просто обратили внимание на человека который там идет с палкой почему-то ну и он почему-то на нас внимание обратил и вот мы почему то не знаю почему то решили поговорить с ним и он начинает говорить о том там а это тоже дедушка совершил прям вот совсем дедушка мне кажется ему лет 80 с палочкой идет что важно воспитание почему-то он начинает нам говорить про это он нам говорит каких-то книгах про а биографиях мы как раз там слушали на семинарах о том как важно детям в определенном возрасте знакомиться с интересными биографиями людей да и вот он нам начинает говорить о биографиях людей о том что вот это важно почитать это важно почитать а вообще самое главное это ходить в походы с ребятами и его можно выбрать учителем да вот или по крайней мере вот я так думаю встретиться то есть детям и интересно знакомиться вот с этими людьми до которые вот вокруг нас они очень интересны ну не знаю наверно у каждого много каких-то таких примеров или вот тогда вот в первом классе ли во втором у нас была встреча до с бомжом который построил себе дом в лесу и там жил вот не ранут был у нас такой случай да что у нас была такая встреча с человеком который просто построили всю себе дом и он был не алкоголик ничего 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 не выпивал просто вот так вышла и ребята это был их импульс пойти познакомиться с ним я тряслась вот так но я понимала что они хотят сейчас почему он здесь пойти с ним познакомиться и я очень переживала я очень переживала помолилась и все-таки пошла с ребятами знакомиться с этим человеком и мы познакомились он вел себя очень благородно просто невероятно благородно и ничего плохого не голова сказал что так вышло в моей жизни что он потерял там жилье его час ему приходится жить вот так вот в лесу и ребята посмотрели да ну вот этот шалаш в котором он живет и то есть у них вот этот был очень сильный импульс накормить его сейчас и мы там приготовили а мы же готовили всегда на костре вот и они все что у них было они ему отдали то есть принесли ему каши которые мы сварили там хлеба еще чего-то и это было не подстроено ничего это вот жизнь которая вот она здесь мне правда было тогда страшно но ничего через они-то хотят и они требуют того чтобы мы это сделали а почему он тут живет и мы идем и выясняем весь класс с ним знакомиться да такое тоже бывает не знаю я для себя мы про это с родителями тоже часто говорим что дети смотрят на нас и то как мы поступаем в каких-то вещах это на них очень сильно влияет даже вот эти вот встречи вот с этими людьми до которые встречи до которые происходят они таким вот но ну да на самом деле это какая-то такая моральная работа да но которая непродуманная которая идет к тебе навстречу из жизни но и точно так же и родители то как они себя ведут этой жизни то пропускают они вот такие ситуации или не пропускают говорят они ой я боюсь пойдем пойдем отсюда давай обойдем или они могут выступить этому навстречу и мне кажется тут одинаковое наверное даже наверно не одинаковое а вот если есть то есть нужно стараться чтобы мы были вот в этом общем поле родители учитель и дети что мы делаем одно дело вот это вот очень важно чтобы не было такого на самом деле это самое плохое что я говорю детям одно допустим а в семье это делается по-другому вот вот это тогда ребенок у него вообще ориентиры теряются и вот это вот очень важно вот это вот общее поле класса его найти поэтому обоюдная такая от вес общая ответственность общая ответственность конце года у меня так вышло что нужно был почти январь учиться уже невозможно практически на улице была какая-то такая погода непонятная то есть я думала что у меня весь май это ну практически вот после майских праздников эпоха краеведения что мы будем ходить много и прочее но погода была такая что это просто вообще невозможно куда-то идти то есть только мучиться вот и тут у меня возникла идея но вот опять вот опять вот прислушивайся к тому что говорит мир нет погоды ты не можешь идти куда-то да стоп у меня возникла идея попрактиковаться то есть я сказал ребят вот у вас давайте сделаем так давайте мы кто из вас чем бы хотел позаниматься я им предложила на выбор три места то есть можно пойти поработать на кухню на школьную можно пойти поработать в детский сад можно пойти поработать со мной на огород то есть скажем так я вот разделила вот эту ответственность я вы я сказала вы думаете кто чем хочет заняться вот и мальчишки все захотели пойти работать со мной в огород кто-то из девочек захотел в детский сад и но и мы составили такое небольшое расписание с садовницами я переговорила ну чтобы одного человека принять там в детском саду вот то есть кто-то пошел в детский сад на несколько дней но вот девочки у меня но основная часть у меня захотела пойти поработать на кухне и вот это конечно был удивительный опыт потому что когда но на огороде то я знаю все что происходит мы сажали картошку и говорили о ядерной войне да а на кухне девчонки то есть они полностью принимали участие в подготовке завтрака и обеда школьного вот на всю школу вот на эти там сколько у нас там 170 что ли у нас сейчас человек да они полностью принимали в этом участие то сделали котлеты нарезали салаты чистили овощи для супа вот и и это вот вот это вот деятельность то есть они это делали там получается всю неделю 44 дня у них вышло что они на кухне работали она до пятницу они потом еще пекли булочки до для всей школы то вот я когда в конце года спросила что вам больше всего вообще за год понравилось что вас впечатлило очень многие сказали что это вот эти про вот практика на кухне в частности потому что вот таки как девчонки рассказывали как они делали эти котлеты что надо сделать но вот представить 170 котлет на всю школу в детский сад котлета должна быть 90 грамм а в школе 130 грамм то есть они должны были в руках это почувствовать вот эти 100 90 грамм и 130 то есть сначала найти ну да на весах да с помощью весов потом вот эти граммы перенести в эти руки потом они конечно все равно все это клали и взвешивали но это просто был великолепный опыт потому что они поучаствовали во всех процессах и в приготовлении всей еды которая у нас есть на неделе и потом когда они садились есть они когда видели что кто-то из ребят идет недоеденную еду выкидывает ведро им просто резало сердце они как как они могут это делать подождите вы же ты сегодня не будешь есть как ты сегодня не будешь есть мы же сами варили этот суп вот то есть это было просто невероятное количество открытий на этой кухне что вот я тоже подумала что в следующем году тоже надо будет это вообще как-то развивать и может быть вот в этом году это вышло так довольно спонтанно довольно случайно может быть думать про это и в следующем году и счет еще что-то ребятам предлагать чтобы они себя пробовали в разных разных жизненных то есть получали разный жизненный опыт вот реально ребята после кухни были другими ребятами совершенно другое отношение к еде совершенно другое вообще вот это переживание да вот этого салата которого вот столько надо нарезать или там кастрюли которые вот столько супа они же все равно не видят этих процессов в школе но они видят но вышла настя ну заглянули они ну какие-то там не знаю плиты стоят но вот а тут они реально погрузились весь процесс и это было удивительно вот ну и девочки которые вот ходили в детский сад тоже вот с садовницами я тоже разговаривала что кто-то из них прямо очень очень хорошую помощь оказывал прям вели себя очень по-взрослому ребят ну вот ты говорила тогда по связи с расписанием с новым с основными ритмами до которые вот вы хотите договориться со школа которых и сейчас вот ты говоришь что вы договорились ты говорил что еще не только речь о ритмах но еще и вы хотели внести элемент педагогики действия подобные может быть живой школе или порожкина что-то удалось в этом смысле что я вижу в твоем классе это вообще собственно с первой класса и происходит то что мы можем назвать педагогикой действия как это на всю школу удалось ли пока нет но это зависит от сил вот я опять-таки говорю это зависит от сил учителя и еще о его скажем так предпочтениях потому что но возможно ты прекрасен в том как ты делаешь спектакли да и все твои силы уходят вот на это его хорошо да давай делай то есть вот в этом мы ну как бы пока не договорились до до общего вот этого нет да разные может быть взгляды может быть опять-таки силы вот это это действительно нужны дополнительные силы в этом плане мне повезло потому что у меня нет маленьких детей у меня нет детей которые бы учились в школе то есть у меня скажем так я занимаюсь только своим классом и это нужно понимать и осознавать что у других людей у которых есть дети у которых маленькие скажем так дети маленькие или средние у них огромная часть их жизни она в семье и с этими детьми поэтому у них просто может быть не временных никаких сил на что-то еще поэтому просто вот я говорю мы все разные нужно да за педагогикой действия будущее да мне так кажется без этого невозможно жить год назад закончили за это видео чем ты его закончила ты сказала так человечество на пороге апокалипсис идет либо мы как человечество продолжим существование либо погибнет что ты сейчас думаешь об этом как ты можешь ну наверное могу повторить эти слова апокалипсис идет и каждый говорит это ну у нас у всех разные роли до в мире и каждый говорит это своим языком и я делаю то что я могу сделать ты саша делаешь то что ты можешь сделать теодорку рэнзис ставит оперу карла орфа мистерия на конец времени до показывает ее в перми а потом будет делать это в зальцбурге и каждый действует ну и что-то делает тем что он может до апокалипсис идет и как мы из этого выйдем от нас только от нас зависит от каждого лично вот ань ты ты счастлива да я счастлива я счастлива я задумалась потому что не знала как сказать я счастлива потому что у меня есть ориентиры куда я иду и это очень без этого я не знаю как можно жить то что меня есть ориентиры куда я иду и чего я хочу друзья ну вот это было населечек аня еще раз благодарность большая что они согласилась очередной раз немножко уже с трудом в этот раз но вот это аня сказала мне нечего рассказать но вот рассказала я услышал много интересного мне кажется это важно и есть такой ну и аня это писал сейчас когда уговаривал и мы называем это нашу педагогику в том числе воспитание к свободе кажется это важнейший момент в этом когда мы сами если мы сами свободны свободны ли мы сами вот и в этом смысле внешние условия государства администрации общественное мнение ну то что же то что аня сказала ну в некотором смысле и вот есть дети у кого у кого есть семья другие дела помимо школы до аня в этом смысле более свободно но и и те люди устают учителя и аня устает и на самом деле ну все-таки мы знаем что сил людям дается свыше столько сколько они хотят и если они занимаются чем важным и достойным и но нужно силы эти восполнять искать источники аня вот очередной раз и съездила на фестиваль курензиса педагогими дягилевский фестиваль и все концерты ты не пропускала в этом году нет не пропускал а не не пропускать ни одного концерта теодора курензиса друзья кто не знает это докуре есть кто такой ну и не готовы пойти там на первый концерт но посмотрите его интервью не знаю два-три интервью какие-нибудь старый интервью не в него я не знаю я помню просто интервью там какой-то у познера ну еще такие давнишние сейчас он последнее время не дает интервью до старый интервью вот он говорит музыкой и и все понятно билеты дорогие просто еще очень поэтому но кто воду фанаты умеют так сказать покупать вовремя до до искусства всегда очень помогают и не только смотреть но и самому конечно заниматься то что в этом году еженедельно и в ритме два раза было было спасибо друзья что смотрите нас подписывайтесь и может быть помогаете деньгами потому что тоже мы там вдвоем втроем это делаем хорошо если люди как будто ими денежку кто нам помогает кто выпускает эти видео ну вот всем пока пока и и и и и и и и Продолжение следует...